1 июня Музею истории гражданской авиации исполнилось 35 лет. Это структурное подразделение и любимое детище Ульяновского института гражданской авиации. Он был создан по приказу министра гражданской авиации СССР Бориса Павловича Бугаева. Сегодня его имя носит Институт гражданской авиации. Самая зрелищная часть экспозиции музея расположена по соседству с аэродромом Боротаевка на огромной территории – 18 гектарах земли. В музее под открытым небом можно встретить уникальные экспонаты – редкие модели самолетов и вертолетов, с которых начиналась история российской гражданской авиации. В музее находится 42 экспоната. Из них 11 бортов носят официальный статус федерального памятника науке и технике. Два наших самолета являются единственными экземплярами на планете. Это АНТ-4 1925 года и персональный самолет Хрущева Ту-116, специально построенный для высшего руководителя страны. Музейная экспозиция пополняется постоянно. Это техника, которая завершила свой летный ресурс или была найдена поисковыми отрядами. Как правило, лайнеры добираются до музейной площадки своим ходом. Некоторые экспонаты транспортируются пилотами, а другие прибывают в музей на специальных транспортных средствах. Каждый экспонат имеет собственную предысторию, вызывающую интерес у всех посетителей без исключения. Например, АНТ-4 1925 года выпуска, созданный советским авиаконструктором Андреем Туполевым. Это первый в мире бомбардировщик, сконструированный как моноплан. Он летал до января 1944 года. Именно тогда самолету пришлось совершить жесткую аварийную посадку на острове Диксон. В вечной мерзлоте машина пролежала 39 лет. Потом ее аккуратно разобрали и на ульяновском самолете Ил-76 привезли в Выборг, где восстановили, а затем по Волге на барже доставили в Ульяновск. В музей он попал в 1983 году. Впервые в мире на этом самолете Туполев придумал, чтобы делать не два крыла и не три, как это было раньше, бипланы, трипланы и так далее, а моноплан, то есть одно крыло. Во-вторых, никакого дерева и тряпки, только металл. Ну и в-третьих, он не только двигатели разместил на крыле, но и топливные баки. Внутри крыла почти по всему размаху. Вот с тех пор прошло уже 92,5 года. И мы сейчас видим, что все авиации нашей планеты сейчас строятся именно по этой схеме. Среди уникальных самолетов в музее Ту-144 с бортовым номером 77-110. В 1977 году лайнер обслуживал маршрут «Москва-Алма-Ата». В декабре этого года лайнер будет отмечать полувековой юбилей. Сидения, шторки, освещение – все сохранено в первоначальном виде. А кабину пилотов и пульт управления даже не пришлось реставрировать. Мы сейчас находимся на борту именно этого лайнера, который сейчас стоит у нас в музее. Это первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет. И самое быстрое гражданское транспортное средство за всю историю человеческой цивилизации. Скорость пассажирами была 2500 км в час. Ту-144 – еще и звезда советского экрана. Самолет принял участие в съемках двухсерийного фильма «Поэма о крыльях» о жизни авиаконструктора Андрея Туполева. Фильм снимался в конце 70-х годов. По соседству с Ту-144 другой, не менее значимый самолет Ту-116, выпущенный специально для Никиты Сергеевича Хрущева в 1957 году. Борт разработан на основе бомбардировщика и выпущен в двух экземплярах. Сегодня один из них выставлен в Ульяновске. А эту модель «По-2» мы можем увидеть в киноленте «В бой идут одни старики». Производство самолетов началось в 30-х годах. В годы войны использовались в качестве легких разведчиков. Сегодня Ульяновский музей истории гражданской авиации известен как в России, так и за рубежом. И это неудивительно, ведь практически каждый экспонат расценивается как ценный раритет. Каждое воздушное средство повествует о развитии гражданской авиапромышленности. И мы по праву можем гордиться нашим музеем. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.